Красные шапочки принимают как в рыцаре. Для маленькой девочки мамина беретка на макушке – это своего рода обряд инициации, а вся постановка – большое размышление о взрослении. Это уже не Шарль Перро, это пересказ старинной французской сказки драматургом Жоэлем Помра, которая по воле режиссёра становится хоррором в стиле рок. Один образ волка чего стоит. Я думаю, что нет, он не особо отличается от традиционного волка. Художник придумал такой образ, который сейчас видите у меня. Эти очки, красные глаза, капюшон. Что-то будет современное, что-то будет из классического, что-то будет из каких-то фильмов. Спектакль будет идти на малой сцене. Её пространство уже преобразили художники. Одними штрихами карандаша, создав сказочный лес. У нас очень красивое, интересное решение декораций. И Георгий Пашин, художник из Петербурга. Такое решение, что у нас на сцене даже есть карусель действующая. И вообще сцена смотрится так неожиданно и по-новому. Даже для артистов, которые постоянно здесь работают. Такое новое пространство. Красная шапочка – только часть нового проекта «Тюза». В него планируют собрать несколько сказок, которые режиссёр называет философскими. Это истории про взросление, про умение бороться со страхами и любовь в широком смысле слова. Смотреть их можно в любом порядке. Вы знаете, мне кажется, что можно начинать с любой сказки смотреть. Как мы идём, мы идём. Сначала мы делаем «Дзынь», потом «Красная шапочка», потом «Слон Хортон». Но они совершенно не связаны одна с другой. И можно с любого места, как говорится. Это не в смысле сериал, у которого есть единый сюжет. И если ты не посмотришь первую серию, ты не поймёшь вторую. Здесь такого нет. Премьера «Красной шапочки» в «Тюзе» намечена на 8 и 9 декабря. Правда, билетов в кассе уже почти не осталось. Клавдия Слимахович, Андрей Ткачуков, Фонтова новости.